Девятнадцатого августа В Белом доме состоялась очередная оперативка правительства Республики Башкортостан И начали, как обычно, с приятного Самым ярким событием, которое случилось с Радием Хабировым На минувшей неделе был, конечно же, фестиваль Радий Фаритович обожает фестивали, праздники и всякие такие веселые мероприятия В этот раз речь шла о пресловутом фестивале башкирской лошади Башкорт-Аты Рассказать о том, как прошел этот чудесный форум Было поручено Азату-солдату Барданову Который в последнее время был переброшен в культмассовый сектор администрации Хабирова Азат Шамильевич в этот раз отчитывался по-русски И особенно важным Барданов назвал научную конференцию Которая случилась в рамках вот этого фестиваля И которая смогла собрать аж 49 участников Все 49 участников обсуждали актуальные проблемы сохранения аборигенных пород лошадей Также Барданов с восторгом рассказал о важности развития в Республике Башкортостан Стрельбы из лука с коня и борьбы, не сходя с лошади По горящим, веселым глазам Азата-солдата было понятно Что наконец-то он нашел свое призвание И согласитесь, это хорошо Пускай лучше стреляет из лука с коня, чем из пистолета по кустам Всякое оно, наверное, было бы полезнее Хабиров с удовольствием слушал о том, как Азат-солдат рассказывал о том Как он сам, Хабиров, провел эти выходные Со стороны, конечно, это смотрится немножко нелепо Но, тем не менее, ради Фаритовича нравится Помогать независимым источникам информации В наше время означает дать себе шанс получать информацию Не только в искаженном или усеченном виде Как вы ее получаете из телевизора Но и получать некую альтернативную точку зрения А значит иметь возможность сравнивать и анализировать ситуацию самостоятельно Согласитесь, это важно Потому необходимо помогать и нашему каналу Помогать материально Вы можете это сделать через карту Сбербанка Номер, который мы вам демонстрируем сейчас на экране А также эти реквизиты вы можете найти под любым видео В описании на нашем YouTube-канале Открытая политика Конечно же, эти же реквизиты вы можете найти и в Telegram-канале Открытая политика Пробежались и по делам земным Заслушали Ирину Александровну Голованову Она, впрочем, не сообщила ничего такого тревожного или серьезного Утверждает, что в ЖКХ все в порядке Всего-то 4 крупные аварии в Уфе и в Стрелитамаке Одна из которых была не устранена на момент доклада 41 технический инцидент, как называют аварии, поменьше Голованова случились в том же самом Стрелитамаке и в Уфе В общем, все хорошо И 3500 дворников у нее метут территорию Башкортостана Далее слушали министра транспорта и дорожного строительства Любовь Минакову Которая, судя по всему, уже окончательно освоилась в правительстве И ведет себя достаточно понебратски Хотя бы потому, что свой доклад, свою речь Она начала с такого весьма фамильярного здрастия Вот как-то так немножко по-сельски получилось Минакова, впрочем, не смогла доложить Какие-то оптимистических данных и цифр по ДТП пострадавшим и погибшим на дорогах Количество погибших на дорогах продолжает расти И превышает уровень погибших на дорогах за тот же период предыдущего года Ничего с этим не получается сделать Также Минакова затронула и болезненную тему С поврежденными дорогами и мостами в результате дождевого паводка Любовь Викторовна сообщила, что на данный момент она констатирует уничтожение 22 мостов В 7 районах Республики Башкортостан 12 крупных транзитных трубопроводов, которые перемещают объемы воды через дороги И большое количество участков дорог оказались подмыты в результате вот этого вот затянувшегося ненастья Примечательно, что Минакова не смогла сообщить точную дату точных прогнозов того Когда же вот эти все разрушения будут ликвидированы Но при этом она намекнула, что районам, пожалуй, не надо ждать манны небесной Или хотя бы денег из бюджета Республики Башкортостан И нужно своими силами начинать ликвидировать все вот эти вот последствия При этом надо понимать, что, например, один только фестиваль Башкорт Аты Вот та самая лошадь со стрельбой с коней и борьбой на лошадях Так вот, стоимость этого фестиваля несколько даже превышает ту сумму денег Которая необходима на восстановление вот этих разрушений от дождевого палатка Получается, что на развлечениях Абирова, на вот эту позолоченную юрту с кондиционером В которой он там с удовольствием пребывал На эти забавы деньги всегда находятся А вот на ремонт мостов, всевозможных дренажных труб и подмытых участков дорог Деньги находятся не сразу и не всегда Минакова, кстати говоря, говорила, что 6 из 22 мостов Которые разрушены поднявшейся водой Так вот эти 6 мостов и вовсе даже в этом году не будут отремонтированы А в лучшем случае они будут отремонтированы в 2025 году Вот такая вот бедственная ситуация Ну а на празднике деньги находятся При этом Хабиров упорно отказывается объявлять чрезвычайную ситуацию Хотя бы регионального масштаба Что существенно бы ускорило темпы ликвидации последствий повторного палатка Но у Хабирова же выборы Но об этом мы поговорим чуть позже А комментируя доклад Минаковой Хабиров в очередной раз дал понять Что же конкретно его не устраивает в дорожном хозяйстве Республики Башкортостан Это вовсе не отвратительное дорожное покрытие Это вовсе не отсутствие разметок в очень многих местах А знаете, что конкретно интересует Ради Фаридовича? Его интересует конкретная видеокамера Которая фиксирует нарушение правил дорожного движения На перекрестке улиц Закива-Леди и улицы Советской Это то самое участок, по которому он очень часто сам ездит на своем замечательном Мерседесе И недоволен Хабиров тем, что эта камера не штрафует за выезд на стоп-линию Откуда он это узнал, непонятно В общем, он был этим очень недоволен Но подчиненные тут же с мест хором заверили бдительного губернатора Что все настроено уже как нужно с 18 июля И уже почти 100 человек оштрафованы именно этой камерой Именно за это нарушение Вот так вот утешили губернатора При этом почему-то они тактично не напомнили дорогому Радю Фаридовичу Что Мерседес-губернатор в иной день собирает штрафов аж на 62 или больше тысячи рублей за день За эти штрафы, кстати говоря, рассчитываемся мы с вами из бюджета В общем, вот такие вот частные интересы у Хабирова в отношении дорожного хозяйства республики Следующим докладом оперативного совещания был доклад о ситуации в сельском хозяйстве Согласитесь, это сейчас не последний вопрос Причем Хабиров этот доклад анонсировал так Что у нас с уборкой? Вот так дословно задал вопрос Хабиров Ну, захотелось ему ответить, что пора уже убираться Да, Радю Фаридович, пора убираться Тем не менее, министр сельского хозяйства Фазрахманов Сходу заявил о колоссальном ущербе сельскохозяйственной отрасли Республики Башкортостан Которой нанесла непогода И по словам министра Уже подготовлено распоряжение о введении чрезвычайной ситуации Но, внимание, барабанная дробь Чрезвычайную ситуацию Фазрахманов и Хабиров планируют объявить с 11 сентября То есть сразу после важнейшей проблемы региона После выборов Получается такой расклад Что катастрофическую ситуацию в сельском хозяйстве Хабиров Ставят на второе место после собственных перевыборов Чрезвычайную ситуацию по поводу вот этих вот затянувшихся дождей И перенасыщения почвой влагой Можно и нужно было вводить еще в июле Тогда бы сложились некоторые обстоятельства и условия Для того, чтобы аграриев могли понести меньше, существенно меньше ущерб Но, вот ведь беда В условиях чрезвычайной ситуации нельзя проводить выборы Таким образом, мы видим яркий пример того Каковы приоритеты ради Хабирова в отношении хозяйства и экономики республики Он готов жертвовать материальными результатами работы сотен тысяч человек Ради своих собственных перевыборов Вот такой выбор сделал Хабиров И такой вывод делаю я Но иначе нельзя объяснить, почему чрезвычайная ситуация будет объявлена именно с 11 сентября Ну, мне теперь интересно в связи с этим Вот эти сотни тысяч человек, которые задействованы в сельском хозяйстве республики Они вот это понимают Почему у них ЧАЭС будет объявлено только с 11 сентября Они понимают, что их и результаты их работы принесены в жертву интересам одного единственного человека в республике В жертву интересам ради Хабирова И интересно, как эти аграрии будут вести себя около избирательной урны Все так же проголосуют покорно и безропотно за того же самого ради Хабирова Очень интересно Но продолжая свой доклад, Фазрахманов уточнил, что ЧАЭС Чрезвычайную ситуацию регионального масштаба Введут во всех районах республики Башкортостан Как только пройдут выборы На данный момент Фазрахманов констатировал полную гибель посевов На 120 тысячах гектаров Ущерб Фазрахманов на данный момент оценивает в миллиард рублей Но боюсь, что эта сумма будет расти с каждым днем И вот до самого этого 11 сентября может быть и дольше На данный момент Фазрахманов отчитывается об уборке 6% сельскохозяйственных культур И заготовке 58% кормов Заготовка кормов Фазрахманова вопросов не вызывает На данный момент, по данным Минсельхоза республики Собрано только 400 тысяч тонн зерна Напомню, что в прошлом году урожай превысил цифру в 4 миллиона тонн зерна Хабиров все это выслушал, практически никак не откомментировал То есть он абсолютно безучастен остался к важнейшей проблеме региона Он сказал только такую коротенькую фразу Сложно все идет Да не то слово, Радий Фаридович Тут, как говорится, убираться уже пора Несмотря на попытки блокирования YouTube в России Все-таки не забывайте ставить лайки нашим видео Пишите комментарии Перепощивайте их в социальных сетях Тем самым вы поможете нашему YouTube каналу выживать и жить дальше Ну и конечно же не забывайте подписаться на группу ВКонтакте Открытая политика и телеграм-канал Открытая политика Там вы уже сейчас можете смотреть все наши выпуски Без необходимости открывать YouTube Для тех, особенно у кого с этим возникают серьезные проблемы То есть мы выкладываем там видео в чистом виде И никуда переходить не нужно Так что подпишитесь на ВКонтакте и Телеграм Открытая политика и мы всегда будем с вами Оперативное совещание в этот раз было достаточно коротким И на мой взгляд достаточно бессодержательным Но по-другому в условиях информационного вакуума Который накрыл Башкирию перед выборами По-другому быть и не могло До выборов у Хабирова остается буквально 18 дней Ничего хорошего, нового, веселого он сообщить своим избирателям не может Ну и предпочитаю соблюдать вот такой вот режим молчания Тем не менее под конец оперативного совещания Заслушали доклад Салавата Кульбахтина Начальника управления по охране объектов культурного наследия Доклад посвящен был реставрации объектов культурного наследия В центре Уфы к 450-летию города Салават Кульбахтин сообщил, что 23 объекта на данный момент реставрируют Но оговорился, что реставрация это не полная Это всего лишь косметические работы без серьезного ремонта Проще говоря, покраска фасадов Он перечислил здания и сооружения в основном в центре города Ленина 61 авиатехников Ленина 28 главпочтант Ленина 26 Башпотребсоюз И везде речь шла о покраске этих зданий снаружи Хабиров с гордостью отметил, что он лично подбирал цветовую гамму для побелки Башпотребсоюза Ну согласитесь, колоссальный вклад в сохранение культурного наследия Подобрал ради фариточки красочку Таким образом, становится понятно, что весь этот шум гамм О том, что к 450-летию Уфы отреставрируют центр Сделают какие-то там прогулочные зоны Старинным домам дадут вторую жизнь и так далее Весь этот шум гамм это был пустой трек И сводится все это к покраске фасадов Собственно, это очень хорошо иллюстрирует главный девиз команды Хабирова И Хабирова лично не быть оказаться Тем не менее, Хабиров опять заявил, что улица Октябрьской революции все равно станет, как он выразился, уфимским арбатом С той оговоркой, что до этого теперь понадобится еще один срок на посту главы Республики Башкортостан То есть сначала он собирался там за пару лет это все дело быстро запилить Прошел его первый срок, там еще конь не валялся И сейчас ему нужен еще один срок на посту главы, чтобы уфимский арбат появился у нас наяву Ну, как бы третий срок не понадобился для этой грандиозной задачи Также Хабиров пообещал провести выездное совещание прямо там на улице Октябрьской революции В связи с этим хотелось бы, чтобы Мерседес Хабирова своими колесами ощутил всю прелесть перекрестка улицы Цюрюпа и улицы Октябрьской революции Вот на этой фотографии прекрасно видно, как сейчас там обстоят дела с проездом В эту яму может провалиться не только Мерседес Хабирова, но и среднего размера грузовичок Еще на совещании был доклад из серии «Гордимся тем, к чему не имеем никакого отношения» Я говорю об очередном докладе директора одного из коммерческих предприятий, который производит там какое-то буровое оборудование И вот они заслушали, как у них все дела идут хорошо и как замечательно с выручкой Хотя при этом к успехам этого замечательного предприятия ни ради Хабиров, ни его команда никакого отношения не имеют Но, видимо, как говорится, за неимением собственных достижений приходится пользоваться чужими Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok